МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня большинство поликлиник Казахстана перешли на безбумажные документы оборот. Пациенты записываются на приём онлайн, не носят с собой амбулаторные карты, в которых едва можно разобрать медицинский почерк. Вся история болезни теперь в электронной системе. Здравствуйте, в эфире программа Кабинеты. Меня зовут Дамир Абуов. Насколько эффективны все эти цифровые решения? Большой вопрос. Живые очереди в медучреждениях всё ещё можно увидеть, да и врачей, заполняющих бумажки, тоже. О плюсах и минусах цифровой медицины поговорим с генеральным директором Республиканского центра электронного здравоохранения Саином Шайхиевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Дамир Абуов, телепрограмма Кабинеты. Очень приятно. Говоря о цифровом здравоохранении, о чём в первую очередь идёт речь? В первую очередь это идёт трансформация отдельных процессов и системы подхода, системы медицинской помощи в целом, это обеспечение повышения устойчивости, доступности, ориентированной на потребности пациента, первое. Во-вторых, это переход к безбумажной медицинской, к ведению безбумажной медицинской документации, которая обеспечивает именно поддержку, трансформация системы здравоохранения в целом. В январе этого года мы внедрили в опытную эксплуатацию, это платформа интероперабельности, что подразумевает себя внедрение национального электронного паспорта здоровья. Сам электронный паспорт здоровья будет включать в себя сведения о пациенте, именно о перенесённых заболеваниях, хронических заболеваниях, это рекомендации по питанию, диете, аллергические реакции на лекарственные препараты и другое. На сегодняшний день локально заполненные электронные паспорты здоровья составляют около 17 миллионов человек, на них заполненные. То есть практически данные всех граждан уже оцифрованы? Оцифрованы, да. То есть куда бы, допустим, я ни обратился, в какую больницу, я дам только удостоверение личности, и по нему уже моя история болезни высветится? Да. Доступ к национальному электронному паспорту здоровья будут иметь так медицинские работники, так и пациенты. Также будет реализован личный кабинет пациента, где он может просматривать также свои назначения, препараты. Также будут в рамках личного кабинета будут оповещения о проведении вакцинации, проведении медосмотров, скринингов и так далее. Электронные паспорта здоровья, вот эти все медицинские электронные системы, насколько они вообще между собой интегрированы, как сегодня они реально используются в наших поликлиниках? Одна из составляющих компонентов цифровизации здоровья это наличие IT-инфраструктуры. Что включает в себя это оснащение компьютерной медицинской техникой, это подключение к сети интернет, это внедрение медицинских информационных систем, это постоянное обучение медицинских работников цифровым навыкам. Из 6 тысяч медицинских объектов сети здравоохранения на сегодняшний день подключены к сети интернет около 4 тысяч, что на сегодняшний день составляет 66%. А вот экономическую выгоду уже успели подсчитать от введения электронного документа оборота? Экономия составила около 330 миллионов тенге на закуп бумаги, именно на всех расходных материалах. Это эффект внедрения цифровизации. Также сократились на 30% очереди, живые очереди. И также на 8,3% сократились именно визиты к врачу, через именно цифровизацию, автоматизацию процессов. Все медицинские организации, оказывающиеся в услуге в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, стопроцентно внедрены медицинские информационные системы. К системам электронного здравоохранения будут в будущем подключены частные клиники? Да, естественно. На сегодняшний день есть подключения, но данные требования именно введению медицинской документации в частных клиниках будет оговорено, я так думаю, в договорах фонда социального медицинского страхования с частными поставщиками. Это будет обязательное требование, потому что если мы далее внедрим платформу интероперабельности, все электронные паспорта здоровья, они должны быть доступны и в частных медицинских клиниках. С 1 января 2020 года функционирование именно фонда страхования мы сейчас реализуем в системах, информационных системах именно изменения в нормативных правилах актов, которые подразумевают разделение двух пакетов. Это что будет входить, какие услуги будут входить в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и какие будут услуги входить в страховой пакет. Некоторые врачи говорят, что приходится иной раз страховаться и переносить эти данные на бумагу. Вот все-таки почему так происходит? Люди боятся каких-то внеплановых проверок или все-таки привыкли работать по старинке, что называется? Да, это сейчас на сегодняшний день существует. Есть два момента. Первое – это нормативное регулирование, которое иногда не успевает за цифровизацией какого-то именно всех процессов. И второе – есть медицинские информационные системы, которые внедрены в медицинских организациях регионов. Они не в полном объеме еще интегрированы с информационными системами Министерства здравоохранения. Вот эти два момента тоже играют очень большую роль. И также, к примеру, хочется сказать, что в закон об архиве в медорганизации необходимо сохранять медицинскую документацию в сроке, уговоренной с законом. Но я думаю, что это актуально. Но в некоторых моментах они актуальны только по запросам правоохранительных органов. То есть хранение в бумажном формате? Да, это требование правоохранительных органов. То, что на сегодняшний день это и есть. И когда планируете искоренить вот эту тенденцию? Ну, по подготовке нормативных документов мы сейчас отрабатываем. Также ведется работа по интеграции медицинских информационных систем с нашими системами, государственными системами. Эта работа ведется, продолжается. И с внедрением платформы интероперабельности, я думаю, к завершению внедрения мы вот эти работы все завершим. Что касается квот на операции, вот этот процесс тоже на сегодня не автоматизирован. Вот этот процесс будет тоже переведен в электронный формат в будущем? Сейчас мы над этим процессом работаем, ведутся работы. Но на сегодняшний день эта проблема есть. Также мы хотим упростить именно сбор данных документов, все перевести в электронный формат. Да, это работы ведутся. Сегодня в интернете очень много всевозможных приложений, казахстанских разработчиков в сфере здравоохранения. Вот, к примеру, называется такое приложение «Моя беременность». Насколько вообще они сегодня эффективны? Сколько человек их скачали? И нужны ли они вообще? В рамках развития внедрения мобильных приложений на сегодняшний день разработаны мобильные приложения. Это патронажная медсестра и уход за детьми. На сегодняшний день по вскачиванию данных мобильных приложений составляет более 3 миллионов. Также количество мобильных приложений, это разных разработчиков у нас размещены на нашем сайте, около 20 мобильных приложений. Как они работают? Допустим, взять патронажную сестру. То есть вбиваешь заявку, вбиваешь время, и к вам приезжает медработник или как? Там патронажная медсестра – это именно уход после беременных. Это введение документации. Через планшет они ведут именно состоянием здоровья матери и так далее, ребенка, записывают данные. Также это все переносится в систему, в медицинскую инфекционную систему. На портале электронного правительства ЕГОВ есть функция госуслуги – это запись на прием к врачу. Основная цель этой госуслуги – это пациент, имея компьютер или смартфон, не выходя из работы, из дома, может записаться онлайн к врачу. За 2018 год данной услугой наши граждане воспользуются около 3 миллионов человек. Спасибо большое за интервью. Удачи в делах. Спасибо большое. Спасибо.